здравствуйте друзья у нас тут фирма ну мы здесь бывали с вами но во всяком случае вот мы снова на таком поле я его называю словно колхозное поле для бездомных чтобы поддержать там в разных обстоятельствах и тут на входе стоит место где начальник тут а он такой знаете либеральный и говорит мне ну первое что он сказал увидеть меня меня по имени знает ну что майкл сказал он куда теперь эмигрировать будем я говорю но я говорю никуда я тут остаюсь вот и он но имея ввиду что вот куда от трампа спасаться значит и после этого нас была небольшая беседа минут на пять после чего он значит сказал что на позитивной ноте сказал здесь country will survive то есть мы как бы но пасаран короче вот и дальше мы идем собирать вот пожалуйста идем собирать клубнику тем более у нас тут саша внучка вот она приехала и она очень любит эти грядки вот я сейчас такой камеры где можно фокус навести давайте мы наведем фокус вот вы увидите сашу и светлану они там что-то по грядочкам собирают вот а я пришел сюда с корзинка меня в руке узнать вот у меня в руке корзинка и в корзинке всякие причиндалы для сбора клубники ну идем на поле раз такое дело ой слушайте помидоры знаете чего помидоры здесь просто обалденные давайте когда я поставлю в корзинку и пойду смотреть помидоры потому что если есть что-то это нечто они здесь выращиваются знаете без полива так ну-ка 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 что тут вот вот этот но он немножко ну давайте возьму один они выращиваются без полива и невероятный вкус у этих помидоров просто сказочный просто сказочный я сейчас подберу несколько таких где ну хотя бы так слегка они розовенькие вот вы видите вот слегка если уж совсем красный попадется знаете что вот там уже и красные есть вот я вижу пойду-ка я за корзинкой одну секундочку возьму сейчас корзинку вы видите друзья тут целое семейство их хорошеньких красненьких они такие вкусняшечки все не представлять так давайте я возьму редко бывает так на помидорчики нарываешься потому что они тут недолго у них есть ну там может быть не знаю недельку там полторы потом проходят вот но их много вы видите да тут вся грядка вот она вся помидорах много 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 тут еще вот есть только давайте еще подберу эти помидоры можно есть друзья и есть и есть хотя надо сказать что вот делали мы там тест на всякие аллергия пищевые вот там сказано там что помидоры как бы это не наш так ну вот смотрите я уже тут сколько-то себя в корзиночку набрал наверное мы на этом остановимся вот друзья я сполоснул у меня есть собой водичка есть даже словами друзья словами передать нельзя непередаваемо не передаваемо друзья помидорчик маленький съедает саша саша держи ручку замри я покажу всем какие у тебя красивые ногти вот красивые ногти и вот этими ногтями сашенька съедает помидор давай она не отвлекайся сашин сашиня сашиня давай мне хочется знать твои так сказать эмоции по поводу съеденного что скажешь то есть стоило прийти на поле хорошо друзья местные кто там в кремниевой долине живет приезжайте еще недельку тут 2 наверное все это будет надо сказать что помидоров там сортов на нас десяток разных по грядкам но вот они начинают только поспевать вот это этих я нашел только один как-то такой может сказать а может они срослись но там не все такие там целый ряд вот таких помидоров и вот точно было ножик потому что его так просто не было не отодрать его откручивал от ветки мне нечем было отрезать саша моет мне клубничку и так увлекся помидорами знаете и как-то даже не зашел на клубничку молодец отлично друзья вот она моя клубничка сейчас я ее буду есть вот друзья ем как хорошо на поле она еще прогрелась сейчас тепло ну давай еще какой-нибудь вот я прям вот вот да 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 давай вот это вот покажи клубничку да давай помой и давай я тебе полью а ты будешь мыть держим так льем пытай отлично хорошо когда такими ногтями красивыми держи дедушку друзья дразнит дразнит дедушек ребенок не голодный правда ты поел клубнички сейчас придем и будем будем кушать клубнику с кремом с кремом хорошо друзья а я без англии не по-английски без всякого крема просто съел нет я тоже поела только что очень даже вкусно то есть ты одобряешь да очень все идем домой только хотел с грядки уйти повернулся друзья ну как и как я мог уйти просто это лучше из трех на скоком начат ну идем мы взяли две корзиночки взяли кучу помидоров сейчас еще может быть лучку зеленого подберем по ним посмотрим лучок света к это он не такой красивый как в магазине давай возьмем ну давай здесь тоже возьмем уже возьмем одну нет друзья не взяли не взяли лучку что-то так не пошло как-то жарко было весь день подсохло немножко не лег глаз на лучок ну никак а а вот еще какой-то другой сорт ну тоже вы видите глаз глаз положить не на что с лучком не удалось не удалось так ладно пойдем посмотрим что еще есть видите друзья романтическую картину девочка в белой маечке и белые ромашки они пахнут вот две девочки не пахнут друзья ромашки не пахнут сашенька встань вот так сюда вот и мы так и снимем тебя на фоне ромашек хорошо кукуруза друзья кукуруза початки початки нам даже сказали что вот скоро будет то есть я и сейчас вижу эти початки но я не уверен что они они мягкие ну вот в общем есть есть царица полей есть царица кормовых так сказать ну да мягкая мягкая ой слушай тут какие-то света тут какие-то вот это тыква а что же они ее так среди кукурузы действительно вот смотрите тут тыквы посадили ну как там с тыквами давайте глянем цветочки есть ты по листочкам знаешь по цветочкам да да конечно по цветочкам по цветочкам тоже вот качанчик вы видите вот там лежит желтая тыквочка вот там лежит здесь тоже такая была такого же плана я только не знаю ну что попались друзья попались не знаю что с ними делать цвет что делают с тыквами кроме каши ну давайте возьмем одну хотите давайте сейчас попробую вот уже собранные лежат можно взять такие я считаю что это очень здоровая очень хорошая пища чем срывать вот ту хотя и тут тоже можно сорвать но они такие статус твердой шкуры могут даже и тыква не закинет вот это зукини наверно помягче да если хочешь мы возьмем такой кабачок и давай возьмем и тех и этих порежем и сделаем рагу да очень хочу вот как бы офис можно но если это можно офисом назвать то вот это офис у них тут много разные продукции ведь они делают и ментоловый чай там я не знаю из лаванды лосьон вот у них много у них еще магазин есть в даунтауне там много их товаров а вот там пожалуйста вот вы видите еще там всякие зукини всякие такие вот кабачкообразные лежат тоже можно можно взять здесь уже кем-то собрано без нас тут еще обычно вот на этих нитках наверху сушится какая-то лаванда а вот а вот же она и сушится да я начал говорить о да там вот они так немножко сдвинули просто а это тестеры не те тестеры которые программное обеспечить те которые вот на пробу чуть попробовать тоже называется тестер вот можно взять на вот какая-то вот одна травка тут розмарин розмарин мента в ментол лосьон лавандовый лосьон это приправки да 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 их можно пробовать тут вот они тут какой-то вот так должен быть работник может заплатить должны вот тут все это все это ты как-то ты не хорошо говоришь нет ну просто